Слава тебе, Господь, ты достоин всей славы. Слава имя я Твое, Разно шутить, кто полудам. Для меня ты жизнь моя, Для меня ты путь спасения. Слава имя я Твое, Разно шутить, кто полудам. Для меня ты жизнь моя, Для меня ты путь спасения. Сошел на землю с небес, Путь правды дать, Слезь несет и напит. Мой гель забрать, Путь чудесного спешен, Небеса ты вновь зашел. Слава имя я Твое, Слава тебе, Господь, Я вознесу тебя все. Слава имя я Твое, Разно шутить, кто полудам. Для меня ты жизнь моя, Для меня ты путь спасения. Слава имя я Твое, Разно шутить, кто полудам. Для меня ты жизнь моя, Для меня ты путь спасения. Сошел на землю с небес, Путь правды дать, Вознесен ты на крест, Мой гель забрать, Путь чудесного спешен, Небеса ты вновь зашел. Слава имя я Твое, Сошел на землю с небес, Путь правды дать, Вознесен ты на крест, Мой гель забрать, Путь чудесного спешен, Небеса ты вновь зашел. Слава имя я Твое, Сошел на землю с небес, Путь правды дать, Вознесен ты на крест, Мой гель забрать, Путь чудесного спешен, Небеса ты вновь зашел. Слава имя я Твое, Слава имя я Твое. Слава имя я Твое, Господь, Мы превосносим Тебя Господь. За все, что Ты Господь нам сделал, За все, что Ты еще будешь Господь нам. Аллилуйя, мы благодарим Тебя, Искупил нас, И привел нас Господь. Твой свет, Иисус, Благословляем Твое, Слава имя Твое, Слава имя Твое, Спаситель, Скупитель, Из болота из трех меня, Бог крепкий, Вовеки, Изменение навсегда, И ты пришел, Из вечности далекой, В мир, где мы живем, В мир, где мы живем. Ты прошел жизнь и свет, И на третий день воскрес, Ты открыл мне рукой, Ты открыл мне рукой, Ты открыл мне рукой, Так как живет, Так как живет опять минут, Аллилуйя, За все мой Бог. Иисус, Иисус, Благословляем Бог. Благословляем Твое, Там shown us. Инц 60 лог Credit до 5 В мире мы живем, любимый Божий Сын, Ты прошел, живи в смех, и на третьих дней воскрес, Ты открыл мне руку, как бы жизнь опять вернул, Аллилуйя, со всем моим Богом. Ты прошел, живи в смех, и на третьих дней воскрес, Ты открыл мне руку, как бы жизнь опять вернул, Аллилуйя, со всем моим Богом. 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 Аллилуйя, Господи, слава Тебе за все наш царь, благодарим Тебя за все, что Ты Господь для нас сделал, Иисус. Аллилуйя, Господи, мы радуемся Тебе, мы поклоняемся Тебе, мы благословляем Тебя. Вся слава Тебе, Господь, и достойный, Господь, и слава Тебе, Господь, и слава Тебе. Слава Тебе, Господь, и слава Тебе. Слава Тебе, Господь, и слава Тебе. Эту песню небо ангелы поют, 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 слава Тебе. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя, Аллилуйя. Вся слава Тебе, Господь. Все величит Твою судьбу. Ты превосносишь, Господь. Мы расставляем Тебя, Господь. Будь благословенна, Господь. Иисус. Вся слава Тебе, наш спасительный Господь. Давайте прославим Бога. Давайте прославим Бога. Аплодисменты. 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 Папа Анатолий. Я умоляю, Смариночки. Да тут еще есть. Ну, представь Бога. Я всех приветствую. Что Самара заметил, у меня возрастения не было. Все заметили. Все заметили. Хорошо. Я еще кому-то нужен. Это хорошо. Здравствуйте. Всех, кого не видел. Сегодня у нас особенное такое молитвенное служение. Но оно наседательное молитвенное служение будет. Потому что у нас гостя от Павца Сергей. И я попросил его, чтобы он поделился словом, откровением. То, в чем может быть он сейчас. Что его волнует. Может, в общем, Господь ему правит. в таком времени. Поэтому, давайте мы его поприветствуем. И первый микрофон ваш. Да, спасибо. Слава Богу. Приветствую всех, друзья, братья и сестры. Да, господа. Сегодня я пришел со свечами. Батюшка со свечами. Да. Ну, вообще-то, сегодня, ну, пастор, я уже сказал, вообще-то, а вот кто, кроме пастора, знает ли кто, какой сегодня праздник начинается? Не церковный православный, сразу скажу. Да. Ханука, да. Ханука, да. Да, 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 да. Точно. Точно, да. Сегодняшний день. Сегодня у нас по, ну, солнечному календарю сегодня, вот, вечер 12 декабря, да. По лунному календарю сегодня уже начало 25-го числа. Месяца Кислеф называется. Кислеф мы его называем обычно так. Я имею честь сегодня вот зажечь свечи и кое-что рассказать. Хочу рассказать вам кое-что и о том древнем, казалось бы, празднике, но, как и многие другие праздники библейские, этот праздник, а он праздник библейский, я расскажу об этом тоже, он указывает не только на прошлое, он указывает и на будущее. На будущее. И вот и день сегодняшний пусть будет освещен как раз этим событием, этим празднеством. И пусть в миноре нашего сердца, нашей души всегда палает этот Божий святой огонь. Огонь Божьего Духа, Божьей веры. Да, и как уже меня представляли... Кстати, а кто был, когда я проводил семинар вот здесь? О, 50-50. Так вот, ну, для тех, кто не был, хотя и для тех, кто тоже был, скажу, что я являюсь вот священнослужителем, как видите, православным, и, как вы понимаете, реформатором. Да, вообще уже в служении, как вот принято в протестантском мире говорить, полное время, да, служения, уже больше 30 лет служения несу. Значит, из них первые 10 лет это было мое служение традиционной православной церкви. Я был священником не реформаторской тогда, не обновленческой, а самой обыкновенной русской православной церкви, Московского патриархата. Тогда в Советском Союзе другого как бы и не было у нас. Ну, на слуху, по крайней мере. И вот, поэтому мое служение началось вот тогда, в 87-88 годы как раз. Я художник тогда, молодой, закончил училище Орловское художественное, работал в мастерской. Мой язык тогда это краски, кисти, холсты, в общем-то, пейзаж, да. Я художник-оформитель и работал, да, для себя, для души в мастерской. Я видел себя именно в этом. Поэтому, как бы, для меня было тоже таким, знаете ли, событием жизненным, очень серьезным, когда я помогал священнику одному, второму священнику в этом православном. Но один из этих священников, он тогда мне предложил, как раз вот 30 лет назад предложил мне избрать как бы другой путь. А я сам был в раздумьях, честно говоря, о жизни дальнейшей. Я себя видел художником, но я через это творчество я хотел именно прославить Бога одним словом, проще говоря. И вторая моя мечта была снимать фильмы, кино, краткометражные фильмы. Я поступил тогда на режиссеровский курсе Горького, институт кинематографии в Москве. В общем-то, я поэтому замышлял, как бы, в общем-то, снимать фильмы. Особенно вот эти краткометражные такие фильмы. Была моя мечта. Был у меня сценарий документальный, очень интересная лента такой. Вот, как бы, работал над этим. И вот в этот момент как раз моих поисков таких, творческих таких, знаете ли, в условиях тогдашней цензуры советской напрямую о Боге нельзя было говорить, конечно. Поэтому, вот, вся гениальность состояла именно в том, чтобы, не говоря о нем, о нем сказать, вот, как бы. Но, когда священник, тот пожилой священник, у которого я больше всего, как бы, времени был, он мне предложил, он мне сказал, Сероже, он сам в Западной Белоруссии был, он меня Сероже назвал. Он говорит, Сероже, вот, значит, вот, я тебя вижу священником, ну, проще говоря, вижу тебя священником. Кино – это хорошо, конечно, значит, картина – это прекрасно, но, вот, иди по этой стезе. Я так поразмышлял, на другой день перехожу к нему, на другой день уже, вот, и сказал отец Ангуру, я готов, вот, готов, и, конечно, это было, да, и документы я повез в семинарию, буквально через неделю уже в семинарию. Вот, и тогда на весь Союз было три семинария только, вот, и я, в общем-то, разрывался между Ленинградом и Москвой. Мне нравилось и там, у меня друзей было много и там, и там, но в Ленинграде у меня было больше искушения всегда, потому что там моя была среда вся, это были художники. Вот, а я как раз замышлял оторваться уже от этой среды, чтобы мне полностью, как бы, посвятить себя уже, я не мог чем-то одним, чем-то, ну, двумя сразу вещами заниматься, мне нужно было чем-то одним заняться сразу, во всей полноте, как бы. И вот я решил на церковное служение пойму, Москва, в Загорске тогдашнем, и, конечно, это были вот конец 87-го, начало 87-го года, для меня было очень такое революционное потрясение 30 лет назад одним словом. Я оставил все, раздал все краски, кисти, холсты, все, все вообще, все, что для меня было моей ценностью, вот, самой великой ценностью, все это пораздавал. Вот, и начал мое служение в церкви, мне это нравилось, я не певец вообще, но мне очень понравилось пение церковное, это вот служение само, и я, как бы, этим жил. Первый год я служил как дякон, мне это очень нравилось, и по дякон, дякон. В 91-м году стал священником уже сам, и служил, как дякон я служил в Орловской и Московской областях, а как уже священник с 91-го года, ну, последние месяцы оставались еще Средства Союза, уже, как бы, все дело шло к его разрушению, уже в воздухе пахло свободой, уже, значит, ну, как бы, очень было такое смятение такое в народах, и, значит, и, в общем-то, вот тогда я стал священником в Рязани, как раз во время Пуччи, в Москве, в страну Пуччева, меня вдруг полагали, там, в Рязани, значит, и, значит, священником служил я в Рязани, в Рязанской области, вот, и немного в Брянской области послужил, то есть, вот, как бы, мой список послужил, но и в традиционном православии, а затем я стал реформатором, в 96-м начался другой этап моей жизни, именно путь реформации, реформации, этот год вообще, да, 17-й год, этот год, он, год юбилея, да, знаете, 500-летие, да, со дня начала первой реформации и обновления мирового христианства, вообще, в течение всего года я проводил множество семинаров, служения различных, участвовал в разных собраниях, очень разных, разных конфессий, десятки разных конфессий, я, как бы, таком многоконфессиональный и межконфессиональный служитель, проповедую от ультра-таких консервативных до ультра-либеральных и харизматичных собраний, в очень разных собраниях, я держусь принципа по жизни, особенно, вот, с 96-го года, очень четко держусь принципа, вот, Блаженного Агустина, который говорил еще в пятом далеком столетии, через четыре столетия после начала церкви, истории христианства, он говорил, в главном у нас должно быть единство, во второстепенном разнообразие, свобода, а во всем любовь. И вот, знаете, вот эти слова Блаженного Агустина, они очень сильно меня тогда вот окрылили, я помню, в 96-м, у меня друзей появилось очень много, до 96-го моя жизнь протекала в таком церковном православном русле, то есть я действительно, я никакого общения не имел с верующими других конфессий, абсолютно никаких, ну, с мусульманами уже общался, с мусульманами общался, потому что у меня большая родня мусульманская, я по матери татарин, значит, по отцу еврей, вырос русским атеистом обычным, вот, как бы, да, у нас в училищах художественная девчонка училась, у нее еще более интересная семья такая, на мой взгляд, папа цыган, при том конкретный, настоящий будувайкер такой, знаете, вот, ярко выраженный, да, значит, цыган, а мама ярко выраженная еврейка. И мы говорим, Лена, а кто твой папа? Она говорит, цыган, а мама еврейка. А ты кто, Лена? Да русская я, русская. И вот мы выросли все русскими, значит, да, значит, по культуре, по крайней мере, там, по восприятию всему, вот, и, знаете ли, татарская культура для меня была близка, конечно, но это было мое раннее детство, татарская культура. Кстати, мой дедушка Али Ахмед, Али Ахмед, он из казанских татар, а бабушка моя Аби Мейбану, она была, вот, кстати, вот, из казанских, из курс этих, крымские, да, у них немного другой говор, ну, как бы, те же самые слова татарские, только я удивлялся всегда, что бабушка их выговаривает как-то по-другому совсем, интересно так было. Я тогда был маленький, я не понимал, почему, вот, где Крым, а где Казань, как бы, это совсем разные, как бы, да, совершенно, значит, регионы, но теперь я уже взрослый, я понимаю, что это было тоже, как бы, историей такой, не очень простой, так что можно сказать, что я каким-то образом на какой-то исторической родине сейчас, в данном случае, вот, да, значит, и моя татарская семья, она огромная мусульманская семья, но у нас никакой веры не было религиозной, то есть у нас были обычно советские мусульмане, то есть, как бы, никакого отношения не имеющие, ну, к религии, как таковой, ну, обрезание, там, какие-то обряды, какие-то, ну, сабантуй, ну, там, курбан, поели мясо, значит, но у нас это не было связано никак даже с религией, это больше культура, вот, там, русский водка пьет, мы пьем чай, допустим, и все, в принципе, а разница-то никакой, то есть, как бы, ну, просто особенной культурой все своя, такой, климат определенный такой создается, вот, и татарский я уже, будучи участвовать в школе, я уже стал подзабывать уже, как бы, и это считалось уже чем-то старым уже, вот, полностью переключился на русский язык, как бы, и, в общем-то, да, моя еврейская семья, она вообще была совершенно, вообще даже открестившаяся от всех корней своих и прочее, потому что, знаете ли, ну, время такое было, я не сужу своих родственников, бог судья, вот, всем нам, значит, и, знаете ли, но они были ярыми безбожниками, ярыми атеистами, вот, даже мой дедушка-бабушка, вот, прадедушка-пропабушка, они были еще до революции, были революционерами, еще в 19 веке молодыми людьми хлопнули громко дверями в синагоги, отреклись от веры, от любви, от любой, ну, это было время непростое, погромов, убийств, таких, несправедливости, и многим казалось, что бог отвернулся до мной, и вообще бога не существует, и мы будем строить царство божие без бога вообще, будем жить сами, с усами, вот, но из этого получилось очень все, конечно, все так. Как получилось, как говорил кто-то, некто, негде, хотели как лучше, получилось как всегда, вот, но, но, даже плохой опыт тоже опыт, знаете ли, вот, и я благодарю бога, что, несмотря на то, что я вырос в семье нерелигиозной, нерелигиозной, то есть ни о мусульманском восприятии бога, ни о иудейском, я ничего не знал, ни тем более о христианском, абсолютно, ну, все христианское восприятие, я, ну, мне нравилось вот это, вот, знаете, березки, там, храмы такие, ну, это я, вот, как художнику, то есть, ну, как бы это, опять-таки, это не было связано никак, там, со всевышним богом, как-то и прочее, вот, но у меня началось это, я вкратце свидетельствую просто, встреча с богом, у меня произошла в таких экстремальных таких условиях, вот, в 13 лет, даже неполных еще, вот, ну, началось с того, что я умер, да, да, если надо увидеться, в этом месте уже волнуюсь, если вопросы есть, ну, как бы, да, не, еще нет, еще нет, ладно, да, ну, вкратце, надо рассказать все-таки, потом уже в теме перейду, вот, я заболел, двусторонняя была пневмония, и, как бы, не сразу спохватили, что это была пневмония именно, ну, и когда уже определили пневмония, было уже поздно, облегких оттерпи, наступила смерть, тайная исход, как бы, и, в общем-то, вот, с этого момента началась моя новая жизнь, как ни странно, момента смерти, значит, то есть, не зная бога никаких теорий, ни мусульманских, ни иудейских, ни, тем более, христианских, вот, я умер, скажу, что у меня шестеро детей, и вот, когда каждый из моих, три мальчика, три девочки, нам Бог дал, и вот, когда мои дети подрастали, вот, приходили к этому возрасту, у меня было всегда, я помню, такое какое-то особенное волнение всегда, вот, особенное, это не передать волнение, потому что я волновался, как человек, который пережил эту смерть в этот момент, в этом возрасте, я понимал, что человек, который оказывается перед Богом, вот, в таком, в такой глупой ситуации, в которой я оказался, не дай Боже, никому оказаться, вот, не зная им ничего, даже за секунду до смерти, не зная, что вообще Бог существует в природе вообще, вот, я думал, что сейчас все, оборвется жизнь, и все, и как бы, ну, как лампочка перегорела, все, все, с чем я умирал, это было чувство, знаете, вот, обиды, это не передать, обида, что природа несправедлива, что я жил, что я не жил, но я понял, что умираю последние вот эти секунды жизни уже, вот, хотя они не говорили, что я умираю, но я, знаете, когда умираешь, понимаешь сразу, что умираешь, вот, просто меня стало выдавливать из моего же тела, ну, одним словом, я это знаю не понаслышке, что такое вы хотите сделать, чтобы умирать, вот, и я был перед ним, я был пред Богом, я не помню, там, как там, что, а, кстати, в Израиле, там, раввин молился, этот, в Хайфе, там, значит, с Хайфа, Леон Мазин был уже там в гостях, значит, он достал телефон, и говорит, давайте помолимся, достанем телефон и помолимся, я так, ну, ладно, достал телефон, все достали телефоны, и он молится, так, благословен Бог наш, давший нам мобильную связь, и повелевший ее отключать во время слушания, по действованию, а там все наши русские евреи, поэтому им бесполезно говорить, там надо только действовать, вот, так что, я все время вспоминаю такую молитву еврейскую, интересную, именно русскую еврейскую молитву, в обычной цене, я такую молитву не знаю, да, у наших евреев это такие интересные, свои, свои культуры, такая продавалась, субкультура, да, здесь всю жизнь мечтали быть, значит, русскими, но это мечтает, сбылась только лишь в Израиле, представляете, ну, ладно, хорошо, значит, и, не знаю, если я буду сейчас об этом рассказывать, я только об этом, одним словом, скажу проще, что Бог хороший, очень хороший, ничего плохого не могу о нем сказать, вот, по крайней мере, из того, что я вот видел, то, что я, да, он очень хороший, как? Может быть, я вот, мне дети спрашивали часто, я говорю, вот, вот, не помню, вот, 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 я только одно, я помню, что я переживал, мне казалось, я самый плохой мальчик, вообще, что жил на земле, вот это я помню точно, да, и, знаете, такая глупая была ситуация, вот, я совершенно не знал, что вообще он существует, и вот, я перед ним, я знаю, что это Бог, кто мне это сказал, или я сам догадался, я не знаю до сих пор, но вот, я сразу знал, что это Бог, вот, вообще-то, оттуда, кто возвращается атеистами, не возвращается точно, я это уже знаю, уже, вот, но, я вернулся с новыми мозгами, совершенно вернулся с новым пониманием, во-первых, он меня простил, я просил прощения, я не знал, что он может прощать, но он так по-доброму смотрел, этот взгляд любящий, он, ну, он просто, не знаю, располагал к тому, чтобы, а я, мне казалось, я самый плохой мальчик, что жил на земле, ну, знаете, хоть провались, а некуда провалиться, там, там, как бы, совсем другое вообще, все, вот, более реальный мир, знаете, как будто я 13 лет проспал своей жизнью, и вот, я проснулся, наконец-то я проснулся, был хороший сон, неплохой, хороший сон мне снился, но, вот, теперь настоящая реальность, вот, я проснулся, но было так глупо, вот, за этот сон было очень глупо все, и очень было неприятно, вот, потому что я жил совсем не так, знаете, у меня первые даже секунды, вот эти мысли были, когда перед Богом оказался я, первые мысли были, что тоже обида какая-то, но другая уже обида, не та обида, с которой я умирал, а другая обида, потому что та обида, с какой я умирал, она была, знаете, вот, мне было обидно, что мои сверстники вот завтра в школу пойдут, и меня не будет, мне было обидно, что я жил, что я не жил, ради чего, зачем, все как-то глупо, вот, и роды несправедливых, вот, как-то вот так было все ужасно, значит, вот это я помню, а там была другая обида совсем, обида за то, что мне не сказали, что Бог есть вообще, что, как бы, если, я думаю, раньше знал бы, что Он есть, и что это все так вот, я думаю, как бы я жил бы вообще, вот это вот мне было, но эта обида, она быстро ушла, потому что так хорошо стало, что, ну, как бы, не до того было, честно говоря. Вот, и я просил прощения, там, знаете, вот, ну, помните, сами поймете все сразу, вот серьезно, потому что, вот, знаете, в восточной сказке, помните, если я, да, Хаджа на Средину, помните, да, там есть всякие пошлые, правда, вещи, но есть очень хорошие вещи у него, у Хаджи, значит, там есть интересные вещи такие, значит, он говорил, сколько ни говори, халва-халва, да, во рту сладко не станет. Вот даже японцы, они вот мудрецы наши, да, значит, и, как бы, технический прогресс во многом возглавляет, конечно, человечество, слава богу, на них, конечно, да, за японцев, но, интересно, они вот сделали еще один шаг в будущее, как бы, да, такое, значит, вот не только голограммы, да, но, которые можно и ощутить, как бы, да, вот они, это величайшее достижение, плюс еще, можно даже вкус распробовать, и вот они знаменитый эксперимент опубликовали, да, на эти клубники, вот клубника, вот человек нащупал голограмму, да, почувствовал именно упругость плоти этой клубники и взял на язык, и взяли разных людей специально, все подтвердили вкус клубники, но пару человек не могли определиться со вкусом, специально взяли людей, которые ни разу в жизни клубнику не пробовали, они не могли понять, что это такое, они не могли описать, и, судя по их описаниям, была вообще абрагатабра какая-то, они ели вообще, представляете, остальные ели клубнику, то есть, значит, вот сколько ни говори, вот пока человек сам не попробует, он не поймет этого, все равно, вот, и, поэтому, ну, ладно, ну, а, но все-таки, как бы, да, мое дело, предупредите, наверное, может быть, кого-то, не знаю, вот, значит, ну, значит, ну, я думаю, что никого не будет в такой глупой ситуации, в которой я оказался, и здесь присутствующих, ну, мало ли. Тут уже слышали о Боге, слышали о Боге, да, и раз, и не два. Уже и шанс покаяться был, да, ну, это другая уже история совсем. Это другая история, да. Молиться, пока они уже поздно. Ну, да, поздно пить боржоми, да, точно. Ну, хотя, не знаю, есть разные моменты такие тоже. Я расскажу, по крайней мере, кое-что из своего опыта. Там вот нельзя вот одно подумать, другое сказать. Вот это сразу удивляет, очень сильно удивляет. Знаете, там вот то, что ты думаешь, это сразу как будто бы говоришь. Там это один процесс. Настолько удивительно, но это очень, ну, не знаю, мне это очень понравилось. Потому что у тебя чувство, знаете ли, вот у меня было чувство там, вот полного понимания. У меня раньше никогда такого чувства не было. Вот тебя полностью понимают, и ты полностью понимаешь. Вот все понимаешь, все, разумеешь. Это настолько приятно было. Вот одним словом описать то состояние, вот, души что ли моей, да, это понимание. Это очень приятно. Там надо напрягаться, что-то объяснять, там, извините, вы не так поняли, что-то. Вот, я не то имел в виду. Там это все совершенно невозможно. И там, знаете, как будто бы зазеркалье. Поначалу я терялся в этом даже, но мне это очень понравилось. Там все наоборот. Вот, ну, знаете, вот как бы, вот, допустим, стакан, да, вот воды. Например, я взял в себе, да, там как будто бы это я вот потерял его, да. Наоборот, дал, как будто я получил. То есть вот механизм совсем другой. Вообще там, понимаете ли, вот с точки зрения вот того, да, состояния, вот все мои первых 13 лет жизни, это было просто, ну, скажу так, ну, сплошная глупость. Вообще, именно сплошная глупость была. Потому что я жил для себя только, значит, а там это, ну, это как стыдно даже. Мне было стыдно, что я так жил вообще. Там совсем другой мир, другое восприятие. То, что здесь ценится, там не ценится совсем. И наоборот, то, что здесь, оно считается, ну, в общем, ничем. Там это ценится, но мне этого не было. И я мог одно лишь, сожалеть только мог, и вот просить прощения. Просил прощения. И знаете, вот, опять-таки, я не хочу там никого смущать, там, доктринами какими-то, но, другими. Но я просто расскажу, что я пережил. И я пережил прощение. То есть реально, как будто бы рука стирала. Вот, как будто бы стирала вот то, что было. Но не все было, нельзя было стереть то, что было по мне, вот, на мне. А на мне было сожаление. Мысль такая, что вот, как бы я жил, если бы я еще знал бы, что Бог есть, и что я вот так вот опозорюсь, так вот, перед всеми. Перед кем, я не знал, но я знал, что перед Богом, но перед кем еще не знал. Сейчас-то уже так понимаю, ангелы, там, и прочие, миры всякие. Но, одним словом, я воскрес. Воскрес. Мне казалось, я знаю, сколько проживу, я думаю, сколько я еще проживу, сколько я прежде, чем снова здесь окажусь, в этом месте, думаю. Понимаете ли, не то, чтобы слово захотел в этот сон войти, но, знаете ли, есть вещи, которые с той стороны, как бы, да, с той позиции, они, ну, здесь иначе выглядят, одним словом. Но тот мир более реальный. Сейчас, это уже прошли годы, я уже во многом притупился, конечно, на это восприятие. Иногда вспоминаешь, но чудно это, конечно. Я сейчас привык уже к этому миру, вот, к этому материальному всему, вот. Но, когда я вернулся, я не помнил, сколько еще буду жить, ну, ну, может, и слава богу. Наверное, с этим было бы трудно жить, наверное. Вот, но, по крайней мере, я вот воскрес, то есть я заполнял самого себя, заходил вновь в свое тело. Это было неприятно, больно очень, даже больнее, чем выходить, было, нет, почему-то так вот. Вот, но, как анестезия такая была, знаете ли, вот чувство радости, вот это я помню. Вот она перебивала всякую эту неприятность и всякую эту боль, вот полностью, вот эта радость. Знаете, вот, что бог есть, и между нами все хорошо, и что он мне дал еще возможность жить. Вот, и я заполнил самого себя полностью, постепенно, еще медленнее даже, чем выходил, я постепенно заходил, знаете, вот, вот этот каток, как бы такой невидимый, это, я так понимаю, смерть, вот она стала отъезжать, как бы, потихонечку, как бы, с меня. Я не видел, но ощущал ее просто, знаете, холодная ледяная такая, огромная такая. И вот, когда она отъезжала, вот я в это место смог постепенно залезать, как бы, в самого себя, постепенно. И самое последнее, это я помню, это вот, знаете, колготки какие-то одеваешь, вот, я почувствовал полностью, вот, все, себя. И дальше уже не шло. Я понял, что я полностью в себе уже. Вот, и когда я в себя зашел полностью, ощутил до конца, именно, одел себя на себя же. Вот, то, значит, я смог шевелиться все, и все было хорошо. И еще что интересно, я же умер от того, что у больных отекли, это смерть очень страшная, знаете, вот, это как будто бы, ну, во-первых, это бы очень больно, это, и во-вторых, это очень больно, реально очень больно. Значит, вот, как будто накачали себя каким-то, не знаю, цементом, не цементом, вот, любая попытка вдоха-выдоха, это свист, хрип, это, ну, это очень больно. И когда меня выдавливало из меня, самый болезненный момент был, это вот, на вот сюда вот давило меня, когда. Это самый был страшный, очень тяжелый момент. Боль невероятная, мне казалось, побыстрее бы все закончилось просто бы, значит, вот. Вот, и, но когда я зашел в себя, вот первое, что я обратил внимание, я еще не полностью в себя зашел, как бы заполз, как бы, вот, только вот здесь еще был я, вот, где-то, вот, в голове и здесь. Но самое первое, что я сразу понял, что вообще у меня все другое, я мог дышать без свиста, без хрипа, не болело ничего, я свободно, знаете, вот, вдох-выдох, легко все дышалось, вообще приятно, вот это было прекрасно для меня. То есть, Бог не только меня воскресил, но Он меня очистил, осветил, вот, вот, что касается органов, там, и прочее, вообще удивительно. Поэтому в мое воскресенье врачи могли объяснить это, как бы, попытались маме моей, папе моему, говорили, что вот, как вот, скрытый резерв организма, там, или что-то еще, но, как, мы констатировали смерть. Ну, какой скрытый резерв, может быть, вообще, глупость-то. Но, значит, вопрос очищения обоих легких, это остался открытым, потому что никак это невозможно, никаким скрытым резервом организма очищение обоих легких совершить, как само собой, знаете ли, это невероятно. Ну, и, конечно, я попытался, на радостях было, по глупости того, сразу решил все рассказать. Вот, ну, не все, слава Богу, мама хотела не все сразу рассказать. Вот, значит, знаете ли, а то бы потом бы по другим больницам стаскали бы. Вот, но, действительно, маму, папу моих напугали, что вот это не без последствий, как бы, вот, значит, для головы, значит, там. Вот, значит, тем более, что я стал говорить, я рассказывал маме, а та испугалась вообще страшно, она думала, что вот это есть галлюцинации какие-то, что я видел. А я стал говорить, не то, что я, я стал говорить, знаете, как, говорю, мама, вот, говорю, ты же умрешь, говорю, она, ну, да, так она напугалась, так, говорю, ну, да, вот, все умирает. Я говорю, вот, вот если ты умрешь, говорю, вот, тебя не будет вообще, говорю, вот, или ты будешь? А потом, значит, она молчала, знаете, такое напряженное молчание такое, а я не могу, мне хочется даже рассказать. Я дальше стал говорить, говорю, мама, а если ты не исчезнешь, а если ты будешь все-таки, не перестанешь как бы существовать, то как ты думаешь, говорю, там что-то увидишь или ничего не видишь, вот, как ты думаешь? И все, мама побледнела вся, меня врачей использовало, все, там, значит, там, что, значит, и я понял, лучше помолчать сейчас. Ухватило мозгу дальше не говорить ничего, значит, и, в общем-то, потом пробовал еще поговорить с кем-то из взрослых, тетя, значит, там, нет, нет, все, то есть эта тема была закрыта, со сверстником пробовал поговорить, там у меня был товарищ, мы в школе как раз учились вместе, за партой сидели заодно и одно время, значит, я Журавлев, он гусик, птичья парта у нас была такая, и к доске летали, то я, то он, значит, там, все, значит, и у нас много интересов было общих, ну, пока не до смерти моей вот этой, после смерти все, я уже после как воскрес уже все, мне то, что раньше было интересно, вообще не перестало интересовать, у нас уже, ну, интересов общих уже и не стало, вот, но, как бы, я ему рассказал кое-что, побольше даже рассказал, чем взрослым, вот, вот, он с таким глазами, о, Серега, так это же инопланетяне тебя, наверное, похитили, говорю, о, Серега, вообще не позорься, вообще, думаю, на свою шею рассказал, думаю, сейчас еще позорит, вообще, молчи, говорю, вот, вот, я отдал мне все, что он имел, только молчи, только, вот, ну, и вообще, замолчал я, вот, но, но, из того, что я обещал Богу, я стал, ну, как бы, жить этим, думаю, я-то понимаю, что время-то, как бы, быстро идет, значит, и я тогда, единственное, что в жизни мог хорошо делать, это рисовать, вот, и, в общем-то, я учился в такой школе, в школе художественной, и, в общем-то, я, находясь там, перед ним, перед Богом, я, как бы, среди прочего, я это и пообещал, что, если я буду еще жить, я думаю, чем я буду заниматься, стоп, у меня даже ни одной мысли не было нормального, только одна у меня мысль была, это нормально, думаю, я, наверное, буду картины писать, такие рисовать, но, единственное, что я могу хорошо, как бы, и мне это нравится, чтобы люди смотрели и лучше становились, вот. Кстати, вот этот момент интересный для меня был, потому что Бог, он и так хороший был, и вот такой любящий взгляд такой, что, ну, знаете, вот, это не передать, это не мамы, не папа, вот, это ничто, это вот, это совсем другое, это, знаете, вот, есть вообще художники, есть, ну, кто интересуется, жив, и все. Вообще, ну, для музыкантов свои какие-то примеры, вот для художников, для меня, знаете, пример такой хороший, я любил старых мастеров, у меня было много репродукций старых мастеров, значит, ну, в советское время, конечно, полиграфия была ужасная, значит, доставать хорошие репродукции было очень затруднительно, по блатам там всяким там доставали, хорошие репродукции, значит, у меня были, в частности, вот Ленардо да Винчи, были некоторые хорошие репродукции, дорогие, вот, по блату, по знакомству там доставали, вот, ну, дедушка, бабушка, у меня ветераны НКВД, значит, заслуженные, там, из рук Сталина получали награду в свое время, там, вообще, ну, такие все были, знаете ли, чекисты, семья таких, потомственных чекистов, еще назывался ЧК, бабушка служила в ЧК еще, потом НКВД, вот, а в КГБ вышел на пенсию, дедушка тоже был ветеран, первый дедушка был ветеран НКВД, второй дедушка ветеран КГБ уже, вот, значит, да, значит, то есть, как бы, в общем-то, ну, понимаете ли, они верили в эту веру, вот, они жили этой верой, и, как бы, когда бабушка умирала, за полгода до смерти, я, получилось так, я ее исповедовал, бабушку свою, я приезжал, и ей было за 90, вот, старая еврейская женщина, очень крепкая женщина была, очень такая мудрая женщина, кстати, была, хотя абсолютно была неверующая, атеистка, но, знаете, многие вещи в жизни я вот до сих пор вспоминаю, я благодарю Бога, что бабушка, она, ну, могла мне в жизни что-то дать, вот, такое хорошее, вот, несмотря на свой атеизм, несмотря на то, что она была такая вот, очень ярая, такая вот, атеистическая, коммунистическая, вот, и примерно за полгода до смерти, ей было уже за 90, она бы и 100 пережила бы, значит, до 120 бы нам дожила бы точно бы, но ее сбила машина, вот, и, как бы, вот, и она оказалась лежачей, и, в общем-то, поэтому годы ее очень быстро сошли тогда, вот. Ну, вот, из того, что я слышал, на исповеди этой, вот, она сама исповедовалась, вот, мы молились вместе, молили покаяние с ней, с бабушкой, вот, и это было потрясающим переживанием, и вот то, что я слышал, я, конечно, с тех пор я уже, вообще, никого не сушу, честно говоря, вот, ну, ладно, это отдельная история, но, вообще-то, хотела о Ханнеке рассказать, ну, ладно, перейдем к Ханнеке постепенно, значит, еще что засвидетельствую, что вам это тоже пригодится, что, как бы, для художника, вот, репродукции видеть, это хорошо, но так получалось, пока я учился в школе художественной, я, ну, хороших, ну, старых мастеров оригинала не видел. Мы жили в Орле, вот, в Москву все приезжали, то я на выставки не попадал этих мастеров старых, там, хороший музей. Нас все время возили, то, в Золе и Ленина постоянно, там, в музей революции, там, еще, ну, своя тема была. Вот, на, а меня душа стремилась вот туда. Вот, но я помню Ленинград, помню нынешний Петербург, вот, когда, вот, в 13 лет как раз, вот, впервые, вот, русский музей, Эрмитаж, знаете, знаете, какой стресс пережил я хороший такой тогда, вот, когда, особенно у, есть вот картина такая старая, Мадонна-Щегленка называется, не знаю, почему она мне очень нравилась тогда, вот, особенно как-то нравилась, Мадонна-Щегленка называется, ну, там, Мария с Иисусом и маленький, там, птички по чемпионам нарисован, и я имел эти разные репродукции, я помню, еще мне было, когда, там, 7, 8 лет, 9 лет, я часами мог рассматривать эти репродукции, и, вот, мне это очень нравилось. И, знаете, когда вот уже 13, я уже видел эту работу, уже оригинально Леонардо, видел его работу, я, для меня, весь остальной Эрмитаж просто погас, вот, я возле этой работы стоял, не мог оторваться. И я рассматривал оригинал мастера, я смотрел, вот, его движение кисти, его мысли, как бы, да, вот, то есть, вот, это совсем другое переживание, вообще. Вот, и, знаете, вот, когда помираешь, да, как бы, да, вот, ты, как будто бы, всю жизнь, ты имел дело только с копиями разными, хорошими или плохими, значит, репродукциями. Да, но стресс испытываешь, что там оригинал, это настолько потрясает, это настолько, это настолько сильно, это не передать. Вот, у меня была собака когда-то, еще мне было лет 5-6, утром, совсем маленький был, была собака, значит, ну, до первого класса, по крайней мере, она у меня была. Вот, и она меня очень любила, я ее очень любил, и большая собака такая, значит, и она меня облизывала все время, значит, и она меня смотрела так, вот, всегда, вот, я понимал, что вот, скажи, она за меня жизнь, да, сразу, то есть, она вот, была очень, очень преданной мне, вот, и это подкупало, знаете, по-хорошему, так вот, значит. И, я скажу, что, вот, когда перед ним, да, находишься, вот, то его взгляд, вот, он, даже, как у этой собаки, даже, еще больше даже, вот, чем у этой собаки взгляд, это, то есть, это что-то, вот, удивительное, это непередаваемо просто. И для меня это стало, как для, вот, художников, не только у музыкантов есть понимание камертона, у художника тоже есть камертон, значит, и, даже, в самой простой примере, вот, 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 спичку, зажимая спичка, зажигаешь, вот, и по отношению к свету, ну, это маленький, маленькая хитрость художника, расскажу вам, по отношению к свету я могу полностью разложить по тонам сейчас, вот, то, что на этой стене, допустим, все, очень удобно, то есть, для художника это очень просто, вот, как бы, значит, рассмотреть все, как бы, вот, в таком спектре, тональному или цветовому, значит, вот, как раз, вот, отталкиваясь от чего-то, очень яркого, допустим, вот, значит, поэтому, когда, допустим, на пленэр выходишь, да, то, спичку зажигаешь, о, пересмотрел все быстренько, раз, оценил, вот, значит, значит, и есть разное понимание камертона, да, уже, вот, есть в жизни камертон определенный, вот, вот, в моей жизни камертоном, вот, стало до встречи, вот, с Богом, которая на всю жизнь, она вот стала, вот, таким напоминанием о Вышнем, о Всевышнем Боге, в жизни человека, вот, и, знаете, друзья, для меня, вот, кстати, праздник Хануга, он особенный, он, скажу так, мой личный праздник, моей души праздник, очень трогательный праздник, Дело в том, что в Библии он в Новом Завете только лишь один раз, он упоминается, вообще-то, но напрямую, косвенно о нем говорится в Новом Завете несколько раз, хорошо, но напрямую о нем только лишь в 10 главе Евангелия Теана, говорится, помните, вот, в 9 главе, да, описывается, как Иисус исцелил рожденного слепым, да, человека, и это произвело такой шок, вообще, для религиозной публики, особенно для религиозных таких вождей Израиля, потому что события-то были в субботу, и вроде как бы им показалось, что Иисус этим самым нарушил субботу, хотя ничего не нарушал, абсолютно, так было нормально творить доброе дело в субботу, значит, абсолютно, но знаете ли, искали повода, давно искали повода просто-напросто распрощаться с Иисусом, вот, даже точнее убить его, Иисус об этом прямо говорил, что ищет повода такого вот, но воскрес... ну, исцелив этого слепорожденного человека, Иисус, конечно, подлил масло в огонь этим самым и дальше в 10 главе он говорит очень такие важные, сильные слова но я хочу сразу прочесть 22 стих, пропустить эти сильные слова, вот, которые просто, ну, ошламляют, честно говоря, но вот 22 стих написано и дальше «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления» вот это есть Ханука, собственно «И была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом» сделаю паузу сейчас друзья, дело в том, что праздник Ханука, он по-русски так и звучит, как обновление имеется в виду обновление храма Божьего праздник реформации будем так говорить потому что имеется в виду именно реформация есть деформация, да? это деградация, уничтожение а есть реформация, то есть восстановление, покаяние, исправление и вот на этот праздник был Иисус в храме и вот написано тут и иудеи обступили его и говорили ему «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо Иисус отвечал вам «Я сказал вам, и не верите дела, которые творю я во имя Отца Моего они свидетельствуют о мне но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам ну, выше имеете овцы мои слушаются голоса Моего и я знаю их, и они идут за Мною и я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек и никто не похитит их из руки Моей Отец Мой, который дал Мне их больше всех и никто не может похитить их из руки Отца Моего Я и Отец Одно и вот дальше говорится страшно, конечно, но Иисуса Он и так очень деликатно и осторожно высказывался знаете ли, но и так Его чуть не убили даже за эти слова и а дальше в следующей главе уже в 11 главе рассказывается, что Иисус воскресил друга своего Лазаря в четвертый день это произошло после смерти и тоже как нарочно Иисус, Он выжидал время знаете ли, Ему сказали, что Лазарь болен знаете ли, а Иисус не торопился спешил, но не торопясь как бы, да Он выжидал время и для тех, кто не знает может быть, еврейской теологии очень трудно понять почему Иисус вот так поступил почему Он пришел позже и при том уже четвертый день именно был после смерти и воскресил друга своего дело в том, что все остальные воскрешения какие были в жизни служения Иисуса да, они были вот не такие продолжительные после смерти дело в том, что согласно иудаизму учению еврейскому библейскому да, еврейскому учению значит и тогдашнему и сейчасшнему ну, всех направлений фактически иудаизма первых три дня они доступны для воскрешения человека из мертвых после третьего дня вот ну, согласно мистическим таким представлениям еврейским в Хевроне вот Хеврон да, еврейское слово Хеврон значит связывают да, имеется ввиду евреи тогдашние и сейчасшние верят что традиционно имеют ввиду что в Хевроне вот эта вот пуповина соединяющая земное и небесное души спускаются Всевышним Богом на эту землю грешную и потом поднимаются земли уже на небеса значит и после третьего дня любой раввин вам это скажет в Ешивах это мы до сих пор преподаем в семинарах еврейских что после трех дней невозможно воскрешение Саддукия в то время вообще говорили что не будет воскрешения даже все абсолютно будет некий вселенский разум как бы субстанция вообще ну, как бы что-то еще но не будет индивидуума как такового будет общая еврейская душа допустим в конце концов значит прочее а фарисеи они учили что будет воскрешение из мертвых индивидуальное воскрешение каждого будет персонально значит и знаете ли и большинство евреев верили фарисеям больше значит и тем более что они были ближе к народу всегда так вот интересно что после третьего дня Иисус пришел и воскресил друга Слева Лазаря то есть тем самым он уже знаете нарушил все традиции иудаизма тогдашнего представления все богословские и уже нельзя было знаете ли раввинам тогдашним священникам тогдашним сказать как вот Никодим помните в третьей главе Иоанна описывается мы знаем он говорит не только за себя расписывается а еще за неких людей учителей мы знаем что ты учитель пришедший от Бога ибо таких дел которые ты делаешь не может делать человек если не будет с ним Бог вот и конечно же да там было понятно многим было понятно этим высокопоставленным религиозным особам что Иисус это пророк учитель и в общем-то целитель и даже такой чудотворец великий но здесь все стало иначе совершенно с каждой главой Ивангелия это очень четко показывает Иисус как бы он подливает масло этих страстей он все больше и больше раскрывает себя показывает все и вот конечно в 11 главе следующий когда он воскрешает друга своего Лазаря все здесь уже терпение лопнуло религиозная мафиозная система тогдашнего иудаизма было принято решение убить вообще Иисуса все уже не церемонятся уже не хотели больше с ним убить его и Лазаря тоже со мной понимаете вот в чем беда дамы и господа братья и сестры вот удивительная вещь Иисус именно на Хануку раскрыл очень важный секрет кульминационно считаю секрет свой вот в этом 30 стихе я и отец одно и знаете ли здесь он словами и во первых он говорит о себе о самом себе во вторых он здесь говорит по сути о всех нас он говорит о настоящей Хануге о настоящем обновлении храма Божьего который возможен только лишь в единстве с Богом я и отец одно не просто не просто даже мы заодно не просто даже мы едино мы одно целое вот в этом еще задолго до Рождества Христа мудрецов еврейских спрашивали в древности дайте нам золотой стих Библии вот тот стих один который бы раскрывал все писания еврейские Тору пророков поэтические писания все и тогдашние школы иудаизма их было две основных школы школа Гелеля мы ее знаем как школу Гелеля и школа Шамая в школе Гелеля и в школе Шамая были порой не просто о извиняюсь не то были споры по любому поводу вообще они соглашались по всем пунктам допустим даже на хану зажжение свечей было допустим постепенное в первый день один светильник потом во второй день уже второй и дальше в школе Гелеля а в школе Шамая наоборот зажигали все светильники сразу в первый день потом каждый день гасили по одному светильнику даже в обрядах доходило до смешного знаете ли во всех доктринах они спорены между собой но самое интересное вот именно когда заказ был вот именно найти золотой стих в писании обе школы обе школы не изговариваясь нашли один тот же стих и самое интересное этот стих был не в Торе найден и не в пророках а в книге поэтической в книге Шир Гаширим песни песней самая странная книга Библии знаете почему в ней нет имени Всевышнего ну таких две странные книги в Магелла Тестера еще есть книга из Сфири но в книге из Сфири хотя бы есть поэтической